Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурным по чтению я, Светлана Тюрина. В этом выпуске я расскажу про новинку фонда Дворца книги «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях» Василия Авченко. Это произведение не осталось в стороне и вошло в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Василий Авченко – писатель и журналист, автор документального романа «Правый руль» и энциклопедии путеводителя о Владивостоке, который написан в соавторстве с музыкантом Ильей Логутенко. Василий Авченко достиг аномальных успехов на выбранном пути. Он пишет нон-фикшн, он певец рыб, Дальнего Востока, русской истории, национальной культуры и географии. Книга «Кристалл в прозрачной оправе» уникальная, почти художественная и в то же время полна удивительных фактов описания жизни на Дальнем Востоке. Рыбалка как образ жизни, морские обитатели как основная пища, близость Японии и 7 часов лету до Москвы. А еще это история освоения Дальнего Востока, детство в географических экспедициях, юношество в море и Владивосток 2000-х. Все это крепко сплетено автором в художественное повествование. Около 21 лет в моей жизни я не замечала море и не мог сказать, люблю ли я его. Как можно любить или не любить воздух, которым дышишь, воду, из которой, если верить школьным учителям, в основном состоишь. Море всегда было рядом, и мне казалось, что любой город должен находиться у моря. Разве не везде так? Только побывав в городах, лишенных моря, я заметила его. Представьте город, лишенный дорог или домов, и вы меня поймете. Море было привычным и обязательным. Рыба не только готовым блюдом, консервными банками или мороженым брикетами, но живым существом, знакомым мне в лицо и живущим рядом со мной. Может быть, тем же, чем для деревенских жителей является корова с той разницей, что рыба и животное не домашнее. Отец ходил на рыбалку всегда. Осенью ловил селедку, зимой корюшку, весной камбалу. Когда ехать далеко не было желания или возможности, шел пешком на залив, Амурский залив, который плечется с западного бока нашего Владивостока. Брал меня с собой то на Русский остров, то подальше, на реке Суэфу на Элифу. После великого антикитайского применования 1972 года они зовутся Раздольной и Илистой, но сторожилы не признают новых названий. А еще дальше в геологическую экспедицию, где рыбы было не меньше, чем камней. Мы таскали золотистых карасей из полусоленого озера Лебединого у китайской границы, боролись с гигантскими самами и атлетичными змееголовами Лифу, извлекали из льдистой морской воды гроздья огуречно пахнувших корюшек, ловили жирных ленивых камбал на мидию, за которые надо было предварительно нырнуть с маской, набросовестно ободрав пальцы о камне и осами раковиной. Но быть рыбаком значит вести особый образ жизни, который я не веду, предпочитая от случая к случаю вязаться на рыбалку с кем-нибудь из настоящих. В остальное время я существую около. Мои окна выходят на Морский залив, на том берегу Синие сопки, куда это уже почти Китай каждый вечер обреченный стремительно, как катящаяся с гелесины голова огненного великана, зарывается раскаленный грейпфрутовый шар. Когда встает лед, сахарная поверхность окаменевшего моря покрывается дорожной сетью, темными и извивающимися ниточками на белом панцире. На этих ниточках завязываются узелки парковки. Теперь у рыбаков много машин. Если смотреть на залив утром, до рассвета цепочки красных и белых огоньков на еще невидимом льду напоминают загадочные блуждающие огни или секретный фарватер из советского фильма. Как-то я попал в настоящую пробку на льду магаданской бухни Гертнера. Отчаянный рыбак на легковой подзатерке Ниссан Сани не смог перебраться через торос, отделяющий море от берега. Железному потоку люксовых японских грузаков, пафосных американских тундр и военно-колхозных отечественных уазов пришлось ждать. В других местах выбраться на берег было невозможно даже им. Когда лед уже не айс, праворульные таун-айсы и крауны подобно торпедированным пароходам уходят под лед. Дно бухт, окружающих ладивосток стоянка или парковка человека новейшего времени, человека моторизированного. Иногда за выезд на лед пробуют штрафовать, но это все равно, что штрафовать за выход на улицу. Кроме машин, на дне толстым культурным слоем лежат блесны, черпалки, буры. Буры в районе скалы островка Уши утопил и мой отец, когда ломала лед и приходилось спасаться, прыгая через расходящиеся трещины. У сегодняшних рыбаков есть интернет с популярным форумом «Улов.ру», где они делятся опытом, как вчера ловилось воеводе на Майхе или на Амбре. Какую снасть предпочитает в этом сезоне зубарь, какую малородка, а какое состояние между крючками на самодуре оптимально. Где достать лучшего морского червя, где безопасно передвигаться по льду на Деликси, как проехать на Зеленку или на ДР, место бывшей дисциплинарной роты. На Амурском заливе в черте Владивостока есть остров Скрипцово, который все зовут Коврижский. Подальше другой островок, он называется Речным, но все зовут его Второй Коврижкой. Пространство между Первой и Второй Коврижками дипломированные филологи в подсольных тулупах снайперски прозвали Межковрижьем. Из моего окна видны маневры группы рыбаков по льду залива, вызванное локальным изменениями динамики Клева. Стоит кому-то вытащить несколько рыбешек подряд, и его моментально обуривают соседи. Затем срываются своих мест рыбаки, стоявшие подаль. Здесь работают законы психологии и даже социология, очень похожие на движение птичьих стай или рыбьих косяков. С какого-то времени потребность в нечастой, но в регулярной рыбалке появилась. И появилась и у меня. В этой потребности есть что-то важное для так называемого современного человека. Она демонстрирует неявную, но прочную связь с чем-то огромным и не очень познаваемым. Природа, космос, Бог. Ту связь, которая долго была мне, городскому ребенку, не очевидна. Теперь я точно знаю, что она есть. Рыбалка чуть ли не единственное, что связывает меня с живущими, с химерами, условностями, с настоящими. А вот что говорят читатели, которые уже успели ознакомиться с рассказами. Прекрасный, но, увы, столь редкий в нынешней литературе образец совершенно нескучного нон-фикшена. И еще более редкий образец русскоязычной прозы «Песчернухи». Книга для тех, кто хочет больше узнать о своей стране. Автор – житель Владивостока, и он с такой любовью написал о своем крае, что после прочтения хочется немедленно паковать чемоданы и вылетать в Приморье, чтобы увидеть все то, о чем написал Авченко, своими глазами. Книга патриотична в самом лучшем смысле этого слова. Я не рыбак, но житель прибойной полосы, перенаблюдавший, переловивший, переевший немало рыб. Именно поэтому я не возражаю, если они не сейчас, но когда-нибудь потом съедят и мое уже ненужное тело. Нашу рыбу не рисуют в детских книжках, как загадочно в западных речных окуней или платву. Эти слова мне кажутся чуждыми, то ли искусственными, то ли иностранными, то ли безнадежно устаревшими, как отмершие говоры старой русской деревни. Наша рыба простая, суровая, тихоокеанская, в основном северная. У северных рыб сдержанная цветовая гамма, зато они жирные и холодоустойчивые. Треска, навага, ментай, селедка, лосось, камбала. Но есть и более теплолюбивая, то есть совсем южная, тропически яркая. Север и юг, Владивосток и взаимопроникаемые. Одни рыбы живут здесь постоянно, другие, как сезонные гастарбайтеры, приходят на время. Северная и южная рыбы не похожи друг на друга, как работяга, ватники, не похожи на легкомысленного туриста. Мне хочется сказать не об экзотических разноцветных рыбах, а об любе их моря, с которыми мы кормимся друг другом. Мне хочется сказать не об экзотических разноцветных рыбах, а об любе их моря, с которыми мы кормимся друг другом. И первой назову любимую мою камбалу. Плоскую, как айпад, с вечной невеселой ухмылкой перекошенного рта и скептическим взглядом мутноватых, как с похмельми лохоличных глаз. Кажется, простодушнее рыбы не отыщешь, поэтому и ловить плоских несложно. Камбала неприхотлива. Как левши и правши у людей. Физическая патология заведена камбалой в норму. Камбала ударение на первый слог, по другому варианту опознается чужак и недалинный восточник, вписано в библейскую историю. По истории своей, необычной формы, она обязана Моисею, который, возя евреев из Египта, раздвинул воды Красного моря и случайно рассек камбалу по осевой линии. Отсюда, возможно, старые названия камбалы – полурыбица. Камбала чужда рисовки, ничего не строит из себя, и если поймалась, не очень сопротивляется судьбе. Нагиб неспокойно, меряясь с неизбежностью и чужой волей, как признанный на войну крестьянин. Этим она мне нравится, а еще ромбовидностью, пьяно осоловелым незрелыми глазами и сколиозным позвоночником. При всей своей беспретенциозности камбала умеет мимикрировать, повторяет свет и орнамент той поверхности, на которой лежит. Если вам интересно, какое дно под вашей лодкой – песчаной или каменистой – выловите камбалу и рассмотрите знаки на ее спине. Шахматисту Карпову подарили камбалу специально для него принявшую вид шахматной доски. В своем кумфляже камбала напоминает прячущегося в засаде разведчика или, скорее, подводного диагена, не желающего покидать бочку. Видимо, мимикрия развелась у камбала от лени, чтобы не избегать опасности другим, более обыденным способом. Она, говорят, даже выделяет вещество парадоксин для отпугивания акул. Плавает камбала плохо, предпочитая созерцательную неподвижность. Лежать на дне – не самое плохое занятие. Добродушная, покладистая камбала-шамбала не выдвигает мир требований. Мне симпатична камбала, как симпатичные лягушки с их большими улыбками. Доброе, нелепое лицо камбала напоминает морду советских бензиновых трудяк – шишиги и буханки. Я благодарен камбале за то, что она была, есть и, надеюсь, еще долго будет в моей жизни. Редкая рыба сравнится по вкусу со свежей жирной весенней камбалой. Люблю ее жарить, наблюдать за тем, как кожа камбала подрумянится, становится солено-хрустящей, а мясо остается мягким, сочным, чистого белого цвета. Ее приятно даже чистить. Камбала лишена чешуи. Иногда, ныряясь с маской, я вижу камбалу на дне. Если протянуть к ней руку, камбалу спорхнет, улизнет прямо на животе плашмя. Живот у нее светлый. У нас лоится камбала нескольких подвидов. Желтобрюшко, каменюшко, а у некоторых наждачно-шашавые пятнышки на спине. После камбала надо назвать минтай – морской хлеб или морскую пшеницу. Из него сейчас делают все вплоть до крабовых палочек, в которых от краба ничего нет. Две части и две темы – вода и камни, вокруг которых вырастает целая космогония, маршруты, где переплетаются науки и стихии со своим клубком сюжетов и персонажей. В предисловии писатель Захар Прилепин называет эту книгу вдохновенной, а жанр ее предлагает определить самому читателю. Что это? Очерковый роман, роман с рыбой, приморская песень. Можно узнать, только прочитав эту книгу. Найти вы ее сможете в центре чтения Дворца книги. А вы читали Василия Авченко? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok